Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждых. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Первомайский районный суд отправил в СИЗО вице-губернатора Андрея Плитко, а министра лесного хозяйства Алексея Шургина поместил под домашний арест. Напомним, в пятницу 3 апреля сотрудники ФСБ и полиции поймали чиновников на особо крупные взятки. Все подробности в рубрике «Сводка». 4 апреля в Первомайском районном суде избрали меру пресечения двум задержанным чиновникам областного правительства. Вице-губернатор Андрей Плитко подозревается в получении взяток в особо крупном размере от предпринимателей за заключение договора в купли-продаже леса с Кировгослесхозом. Чиновника считают организатором преступной группировки, которую он создал спустя год после своего назначения на должность в сентябре-октябре 2018 года. Сотрудники ФСБ задержали его в пятницу 3 апреля на даче областного правительства на Черном озере при получении части взятки в размере 3 миллиона 400 тысяч рублей от министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Плитко спрятал пакет с деньгами в микроволновку, однако они были помечены спецсоставом. Решением суда вице-губернатора Андрея Плитко отправили в СИЗО до мая, а министра лесного хозяйства Алексея Шургина поместили под домашний арест. В Кировской области накрыли преступную группу, которая организовала незаконную продажу более 30 тысяч литров этилового спирта. Уголовное дело четырех участников ОПГ направили в Ленинский районный суд. Следствие установило, что с 2017 по 2018 годы они незаконно и без лицензии закупили спирт на 3 миллиона рублей. Часть успели продать. Общий объем этилового спирта и спиртосодержащей продукции, который находился в обороте участников организованной преступной группы, составил более 30 тысяч литров. Часть данного спирта и спиртосодержащей продукции участники организованной группы сбыли, получив доход в размере более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции пресекли действия участников ОПГ. После того, как суд рассмотрит их уголовное дело, будет решена судьба изъятой спиртосодержащей продукции. Это около 17 тысяч литров. Варбашском районе в деревне Креуша в ночь на 4 апреля загорелся жилой деревянный дом. Пожарных вызвали соседи, а пока ждали спасателей. Пытались самостоятельно потушить пламя и отстоять свои дома. Хозяина горящего здания внутри не было. Хозяин дома где-то вообще непонятно где находится. Его все ищут. Понять не могут. Он вообще в жужью пьяный. Вот до чего пьянка доводит. Посмотри-ка. Ладно тебе дом не надо. Соседей-то ты побереги. Не один из деревни живешь. По словам местных жителей, пожарные прибыли на место не сразу. Как оказалось, машина ехала из Арбажа и сломалась в пути. На помощь подоспели еще два пожарных расчета из соседних населенных пунктов. Однако дом сгорел полностью. Вот был пожар. Двое суток все горело. Уехали ничего. Толком не потушили. Вот колодец горит. Там яма горит. Как выяснилось, причиной пожара оказался поджог. Обстоятельства устанавливаются. Днем 3 апреля произошел пожар в Коминтерне. Как оказалось в Озерках, на улице Мостовой произошло возгорание на территории предприятия по приему и переработке металла. По предварительным данным, загорелась емкость с печным топливом. После этого оно разлилось и пламя перекинулось на здание. На месте работали 7 пожарных расчетов. В результате пожара обгорели деревянные конструкции. Закоптилось оборудование цеха на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Алина Котрихова. Место происшествия.